Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Доброго здоровьица! Смотрите нашу кулинарию, используйте наши блюда и здоровейте вместе с нами. Рак 22 июня, 22 июля. В этот период проявите заботу о легке, груди и коже. Дат 2 июня, день Кирилла, назван в честь святого отца Кирилла, архиепископа Александрийского. Еретики, называвшиеся новооцианами, утверждали, что человеку, впавшего после крещения в смертный грех, не следует принимать церковное общение. Не может быть, утверждали они, прощение смертному греху такого человека и только вторичным крещением можно омыть грех его. Святой Кирилл был возмущен и, как верный раб и храбрый воин Христа Бога, выступил против этого учения. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году, а лето полностью вступает в свои права. После этого день постепенно начинает уменьшаться. Бытовало мнение, что в этот день солнце отдает всю свою силу земле. Поэтому проводили большое количество обрядов, призванных задобрить солнце и получить богатый урожай. Сегодня говорили. На Кириллу конец весны, починь лету. Наступало время летнего зноя. Приметы. Если покраснела земляника, то вез уже поздно сеять. Я знаю, что вы долгое время занимаетесь и продолжаете заниматься вегетарианством. Что оно вам дает и почему вы к этому пришли? По убеждению нельзя там зайчика заколоть или же как-то другое. Геннадий Петрович, мне безусловно жалко животных, но не кушаю я мясо животных и птиц. Совершенно по другим убеждениям. Будучи беременна, у меня был токсикоз. Все очень банально объясняется. Дочка. Дочечка сколько? Да, ей уже 19-й год и, соответственно, вот такое количество лет я не кушаю мясо. Не кушайте мясо. Мне несложно было от него отказаться. Не было желания, возможно, там первый месяц-два еще как-то где-то, особенно если друзья устраивали выезд на шашлыки, естественно, этот сам запах, приходилось чуть-чуть держаться. Но вот как только я переборола это в себе, я сейчас смотрю на мясо как на продолжение тарелки. У меня даже нет такого ощущения, что это можно есть. То есть просто как вот атрибут, который вот... А как вот перебороли это? Вот как перебороли? Как это понять? Нет, ну нет, может быть, я не так сказала переборолась. Знаешь, у меня во мне какая-то такая борьба была жуткая. Нет, это на самом деле просто один раз, вот возможно, там два сказала себе. Вспомни, что будет, если ты это съешь, и все. И произошло отвыкание. Да, совершенно, полнейшее отвыкание. Изменились пищевые привычки, потребности. Пищевые привычки, ну да, наверное, изменились, потому что пришлось вот этот недостаток мяса в рационе замещать чем-то другим. А вот чем другим стали замещать? Я очень любила орехи. Орехи? Да, соевые продукты. Люблю очень спаржу. Спаржу? Да, очень люблю. Там хоть не так много белка, но тем не менее есть. Да, да, но чисто интуитивно. Так, что же еще? Люблю, вы знаете, вот бобовые люблю. И бобовые, это фасоль, горох? Да, фасоль, горох. Как вы их любите? Хорошенько, чтобы они были разварены или... Нет, я за правильное питание, я за правильное питание, как минимум тепловой обработки, вот. Но, естественно, не до такого состояния, когда приходится тут жевать это все. Ну, довольно-таки комфортное разжевывание пищи. А, вот так? Да. Но их тогда надо тщательно жевать, потому что они, как бы сказать, считаются газообразующими такими продуктами. Ну, вот как-то у меня это все, организм справляется. Ну, я вижу, вы прекрасно выглядите. Спасибо. И вот, что хочется еще вас спросить. Вот, что вы почувствовали, когда вот перешли? Ну, ясно, вы говорили о том, что некоторая борьба была, чтобы там мясо там не есть. А вот другие продукты, хлеб или еще что-то. Потому что не только мясо вызывает токсикоз. А токсикоз вызывает там, допустим, ну, могут быть и конфеты, и печенье, и торты. Нет, 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 все это продолжаю есть. Причем, не знаю, возможно, вы мне не поверите, но в неограниченном количестве. Вот могу и на ночь тортик съесть. Это на самом деле правда, вот клянусь вам. Единственное, что вот хлеб, по поводу хлеба, стараюсь его есть как можно меньше. Вот люблю кондитерские, сложные там какие-то изделия. Там торты, конфеты, вот это все. А вот то, что касается хлеба, очень-очень-очень мало. И особенно в первой половине дня, и то он какой-то с семечками, и весь такой вот рубях, и немного. Грубого помола. Да, очень. И смотрите, теперь очень важно, чтобы мы понимали, потому что Оксана говорит, я там и то люблю, и, как бы сказать, обыкновенное питание. А вот в процентном отношении рациона, сколько у вас зелени уходит в течение дня. Допустим, 50% больше, меньше. Это важно. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обольщению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok